Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. В Москве рухнул спрос на офисы. В Москве по итогам 2022 года сдано в эксплуатацию 341 тысяча квадратных метров новых офисных помещений. Это на 42% меньше, чем в прошлом году, из 2 с лишним раза меньше заявленных в начале планов, почитала консалтинговая компания ABC Real Estate. За год девелоперы собрались построить 755 тысяч квадратных метров офисов. При этом девелоперы продолжают достраивать качественные офисы класса А, спрос на который упал меньше. На них пришло 75% ввода в 2022 году и отказываются от более бюджетных проектов. Бывший идеолог Единой России призвал готовиться к поражению войне и развалу государства. Итоги 2022 года для РФ катастрофически иссчитает Сергей Марков. В прошлом депутат Госдумы от Единой России, ответственный за идеологию партии. Вторжение в Украину, которое планировалось как молниеносный блик с крик, по его словам, переросло в долговременную операцию сотнями тысяч жертв, миллионами беженцев и реальной угрозой военного поражения. РФ оказалась слабой. По сути дела, американцы нанесли поражение российской армии руками украинцев, заявил Марков. Путин ошибся, что не ввел войска в Украину в 2014 или 2015 годах, заявил он. Это была главная ошибка, по его мнению. Теперь же существует серьезная угроза поражения, считает Марков. Военные действия могут перейти на территорию РФ с угрозой оккупации страны, разделения ее на несколько частей, вплоть до краха российской государственности или ликвидации РФ как независимого государства вообще. В Госдуме предложили помечать словами предателя, судивших войну актеров. Госдуме считает, что РФ нужно ввести маркировку для актеров, которые выступили с критикой войны в Украине. В фильмы с их участием надо добавить титр «Предатель». Такая идея возникла после просмотра интервью с актером Артуром Смольяниновым, который сказал, что ему безразлична судьба РФ, а гипотетическое участие в боевых действиях он принимал бы только на стороне Украины. Так и у меня тоже такое же предложение. Давайте каждый раз, когда какой-нибудь спикер Госдумы будет выступать, сразу будем показывать, какое количество у него денег, какое количество у него гражданств, паспортов, а также сколько он тратит денег. И каждый раз будем также вставлять Медведев, гражданин Италии. Или, например, Турчак, гражданин Греции. Российский бизнес просит власти не вводить ограничения для уехавших из страны граждан. Реакция владельцев крупных российских компаний на предложение Вячеслава Володина и ряда депутатов-единороссов о повышении налогов для покинувших РФ граждан оказалась рисконегативной. «Мы так все перспективные кадры просто распугаем. Надо предотвратить это. Будем писать по всей инстанции, вплоть до Кириенко, Вайна, Путина», отметил источник знакомой ситуации. РФ потратила 7 миллиардов рублей на плацебо Твич. За последние пять лет российское правительство потратило почти 7 миллиардов рублей на закупку Элпиды, отечественного препарата, который, как утверждается, лечит ВИЧ. Элпида не используется в других странах, не доказала свою эффективность по требуемым международным стандартам, а у пациентов-организаций к ней много вопросов. Единственное плацебо, контролируемое испытание Элпиды, проводилось на 14 испытуемых. Греция и Мальта заморозили российские активы на существенно меньшие суммы, чем другие страны ЕС, пишет Реута со ссылкой на обвинение чиновника ЕС и внутренние документы блога. Из 23 миллиардов евро замороженные странами ЕС на данный момент Реладия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили об аресте более миллиарда евро каждое. Греция уведомила о замораживании 212 тысяч евро, а Мальта – 147 тысяч евро. Нищемаркет Магнит откроет новую сеть магазинов для бедных. Магнит собирается запустить новую сеть дискаунтеров на фоне падения доходов россиян, которая усилилась с началом войны в Украине. В связи с ожидающимся запуском проекта Магнит набирает новую команду, в том числе переманивая менеджеров у основных конкурентов региональных сетей, отметил источник. На самом Магните объявили, что считают магазины для бедных самым перспективным форматом и будут увеличивать свое присутствие в этом сегменте. Напоминаю, потолок цен на нефть стоит РФ 172 миллиона долларов упущенных доходов в сутки. После решения потолка на нефтепродукты, его цена достигнет 280 миллионов в сутки, пишет Блумберг. Также G7 изучает введение двух потолков цен для керосина, дизеля, мазута и РФ, для продающего непосредственно и для того, который продается со скидкой. Отец пятерых детей из Новосибирской области погиб в спецоперации. Подписал контракт 1 декабря, УПИД 4 января. Один месяц и три дня. Срок жизни российского многодетного отца после мобилизации в армии. Более 70 врачей из городов РФ и других стран подписали открытое письмо Путину с просьбой оказать помощь Навальному. Текст обращения публиковал московский хирург Александр Ванюков в Фейсбуке. «Мы требуем прекратить издевательство над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и при наличии показаний госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения», говорится в письме. Вазюков добавил, что внешний вид политика вызывают врачи беспокойство, а отказ передачи необходимых лекарств создает прямую угрозу его жизни. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил о болезни подзащитного, у него началась лихорадка и сильный кашель. Политик рассказывал, что к нему в изолятор трижды подселяли заключенного, имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной. Кроме того, отпуская мужчину из ШИЗО, его клали в медсанчасть, где лежали осужденные с гриппом. После этого осужденного снова отправляли к политику. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Продолжение следует...